Сергей Гуськов и Алексей Тишин познакомились в местах лишения свободы. У каждого богатое криминальное прошлое. В июне 2017-го они отмечали день рождения общего знакомого. В поселке Лесной Шиловского района Гуськов ранее отбывал срок за убийство таксиста и кражу его автомобиля. В этот раз решил также заработать на жизнь. Он позвонил в Рязань знакомому таксисту и попросил привезти своих друзей. Потом под предлогом времяпровождения в обществе девушек предложил поехать в соседний населенный пункт до места назначения. Водитель так и не доехал. Чем он бил? Ножом. Ножом, да? Вы у него непосредственно видели нож или что? Нет, не видели. Тогда покажите, как он замахивался. Вот он, когда поинтересовался, у меня можно и проехать, там еще все такое. И вот он как сидел, вот так вот вскочил, то есть левый придавил, а правый нанес удар. Тело водителя положили в багажник, отвезли на соседнюю свалку и сбросили с обрыва. Саму машину после этого Тишин подыскал гараж, поставил туда машину и с помощью своих знакомых, которые не были в курсе об убийстве Алексеева, разобрал эту машину на запчасти, после чего продал за сумму приблизительно 90 тысяч рублей. Деньги друзья поделили между собой. Запчасти со следами крови обнаружили сотрудники полиции на одной из рязанских авторазборок. Стали искать хозяина машины. Оказалось, что его уже месяц никто не видел. Спросили у лица, который приобретал эти запчасти, окровавленные, где он их приобрел. Тут указал на гараж и вот по этой цепочке вышли на Тишина первоначально, потому что именно он продавал эти детали. После этого задержали Тишина. Через буквально два дня он, решив, что лучше дать показания, потому что все замыкается фактически на нем, показал, где именно был труп. Гуськов, потратив деньги, решил совершить грабеж. Нашел магазин, работавший круглосуточно, узнал, что там продавец пожилая женщина, а значит сопротивления не окажет. Пришел туда с пневматическим пистолетом. Он стрелял в нее и по витринам, но получить деньги не удалось. Рядом оказался сожитель женщины. Он спас ее и магазин. За совершенное преступление Гуськову приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с ограничением свободы и два года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его сообщнику один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.